Добрый день, меня зовут Роман Алешкин. Я сегодня расскажу о неком опыте перехода условно длинных итераций на короткие итерации Scrum и в основном на нюансы управления требованием в данном переходе. Коротко о себе, я работаю в компании Кронис, сейчас работаю на должности директора разработки продуктов, отвечаю за акрониску имидж Home. У нас команда порядка 35 человек, в разное время по-разному, большая часть команды охотится в Москве, есть несколько людей в Минске, Киеве и иногда в Бостоне. Проекты у нас в продолжительности полгода дольше не бывают. Немножко предыстории, что у нас было. У нас были длинные итерации, порядка двух месяцев, большой продукт, большая команда. Соответственно, длинные итерации, много ресурсов, на каждую итерацию много разных требований, политических историй. Фокус размывается, получается долгая стабилизация в итоге, редкие релизы. Президентальные связи в команде были слабо развиты. То есть, например, девелоперы плохо взаимодействовали с тестерами. Доходило-то смешно. Например, девелоперы что-то сделали, а тестеры об этом не знают. Или, наоборот, девелоперы еще не доделали, тестеры уже знают, вернее, думают, что уже сделаны, начинают тестировать, заводят массу разных критических багов, с которыми приходится потом что-то делать. В общем, сплошные беды. Вот. Жили мы так жили. И уже тогда, это было довольно давно, мы уже начали осознавать, еще не зная Аскрами ничего, тогда вот даже в Москве еще не сильно было погулять. Мы уже поняли, что нам нужно встречаться по утрам, обсуждать, что было сделано вчера, что будет сегодня, какие проблемы, вопросы. Вот. Через какое-то время узнали о Аскрами, появилось, он просто пришел в Москву, стал таким брейди. Вот. И мы решили попробовать его внедрять. Решили внедрять. Для себя выбрали спринт, у нас будет 2 недели. Фиксированный набор требований на спринт, стабильный код, то есть мы за эти 2 недели код не развамываем условно, набираем требования с учетом того, чтобы их успеть сделать и протестировать. И часто релизы. Релизы имеются в виду хотя бы внутренние технические, не обязательно выходить в паблик, просто хотя бы, чтобы внутри у нас был работающий код. Вот. Будущее виделось светлым и радужным, но оказалось не таким. Скрам полезен. То есть у нас повысилась динамика работы. Это прям заметно очень сильно. Коммуникации тоже повысилась, но на достаточном уровне. Следующая проблема двухнедельный спринт, он короткий. То есть у вас всего 10 дней. В эти 10 дней вам нужно сделать требования и его протестировать. Причем нужно сделать так, чтобы у вас оно работало почти в релизном качестве. То есть прямо в релизном качестве у нас получается редко, но почти в релизном получается хорошо. Более-менее. При этом все равно у нас осталась проблема, что программисты работают условно в своей экосистеме. У них какие-то девелоперсовые задачи, ревью, билды они собирают. Тестер работает в своей системе. То есть у них тест-кейсы, пуа задачи. Они все равно не взаимодействуют. У них все так же не было общей точки взаимодействия. Еще такой момент, так как продукт большой и довольно старый, то есть давно появился, у него уже очень много документации написано. Требований, более таких историй и так далее. И на самом деле чаще новые требования это не просто какое-то новое с нуля, а это сделать как старое. То есть изменение старого поведения. То есть у вас есть большой документ, там чёрт знает тысячи страниц, и вам нужно найти место, куда изменения вставить, и чтобы при этом все ваши 50 человек и еще удаленные товарищи, которые некоторые просто не вечером к вам подключаются, это тоже могли найти и понять, как это прочитать, посмотреть, найти описание. Вот это другая проблема. Третья проблема – общий прогресс был непонятен. То есть у нас выпустился линд. Большинство наших первых спритов фейлерийцев. То есть признавались неудачными. То есть мы чаще чего-то делали, но всех целей поставили на сприт и не достигали. Соответственно, было непонятно. У нас общий прогресс, он как вообще? Мы успеваем или не успеваем? То есть мы, например, у нас такой жесткий релизный цикл, нам нужно обязательно релизиться к началу сентября. То есть там прям видно, можно денег хорошо заработать, если зарелизиться к этому сроку. Соответственно, было непонятно. У нас все хорошо, приходит менеджер, у вас все спринты по фейлерии. Что делать? Ну вот вроде непонятно. Прогресс непонятен. Дальше как мы эту проблему решаем? То есть предыдущий докладчик Олеся хорошо рассказала про политические истории. Соответственно, мы ввели у себя условно понятие политические истории. Чем она для нас примечательна? Отдельный разговор про них на самом деле. Выделим просто несколько пунктов, которые для нас важны в данном случае. Она понятна всем. Она написана таким языком, что она понятна и тестерами, и девелоперами, и продукт-менеджерами, и аналитику, и кому угодно. То есть даже клиентам она понятна. Она при этом является общей точкой. Так как она понятна, она может быть общей точкой для всех участников команды, независимо от их функциональной принадлежности. Так как она становится общей точкой, к ней можно привязать все остальные задачи. То есть задачи тестирования, задачи девелопмента, что угодно. А те задачи можно оценить. А имея их оценку, имея ресурсы, мы можем построить прошлый план и можем начинать пытаться отслеживать общий прогресс. Таким образом. То есть в данном случае пользовательская история становится неким как бы условно перекрывком, где пересекаются все наши члены команды. Следующий компонент решения у нас просто был. Разные вики системы. Пользовательскую историю нужно где-то хранить. То есть где их хранить? Отлично подходит любая вики система. Мы, например, используем Confluence. Вики системы позволяют накапливать, осуществлять поиск, отслеживать версии, что угодно. Но она не позволяет отслеживать прогресс. То есть там невозможно ставить задачи, назначать ответственность и так далее. Для этого подходит отличная трекинг-система. Тоже все отлично знают, что такое трекинг-система. У всех они есть в том или ином виде. Мы, например, используем Jira. Можно отслеживать прогресс, оценивать стоимость. Но при этом ничего накопить там нельзя. Что вы видели? Ну, потому что набор тикетов это, по сути, половина текста. Там нельзя построить иерархию. Там все очень эффективно в этом плане. Соответственно, решение финальное строится из комбинации двух систем. Причем это решение получается довольно недорогим, понятным всем. Сейчас вопрос в детали. У нас есть User Story в Jira. К ней линкуются все остальные наши задачи. Баги, девелоперские задачи. У вас задача. У нее есть прогресс. У нее есть ответственный. То есть это условно получается некий мячик, который перебрасывает. Допустим, сначала аналитики или программ-менеджеры описали японскую историю. Потом передали ее девелоперам. Те ее сделали. Передали ее тестерам. Те ее проверили. И в конечном счете, польская история как-то меньше переплосована и перешла в состояние готово и работает. А само ее описание хранится в комплиенс. Там у нас определенная структура. Мы разбили просто функциональности. И поиск там замечательно работает. И дельки можно легко хранить. И когда эти дельки становится очень много, их можно консолидировать в какое-то время. И по прошествии многих лет совершенно легко находиться в формате старой функциональности. И исправлять ее, что угодно с ней делать. Сейчас такое немножко лирическое отступление. Я просто походил по нескольким выступлениям. Вчера и сегодня. Очень много выступлений на тему качества. То есть люди анализируют баги, анализируют код и так далее. На мой взгляд, по крайней мере таким опытом, первостепенная задача, которую нужно решить, чтобы у вас был качественный продукт, качественный код, это дать людям возможность. И первостепенная задача, это чтобы у исполнителей, у девелоперов, у тестеров была понятная общая картина в голове. Что они ожидают и чего они хотят сделать. И чтобы эта картина была, во-первых, им нужен инструмент, который позволит просто как-то это все отслеживать, работать с этим. Им нужны коммуникации. Соответственно, например, когда мы перешли на эту систему, у нас на порядок меньше стало заводиться багов. Просто как только человек сделал функциональность и там сразу начинает реабилитировать. Багов стало на порядок меньше. Потом мы еще внедрили такую небольшую практику, может быть тоже очень полезную. Девелопер, прежде чем закончить какую-то задачу, если эта задача, условно ее можно потрогать и посмотреть. Это не какой-то низкого уровня. Он, допустим, приглашает к себе программ-менеджера или аналитика, и они вместе смотрят на то, что у них получилось. И у нас еще ни разу не было, чтобы аналитики сразу сказали, о, классно, молодец, давай тестировать. То есть, как правило, после этого девелопер еще день-два что-то доделывает, переделывает, допиливает. Но зато, когда он это сделал, у нас потом будет просто. То есть заводят баги только в форнер-кейсах, в нагрузочном тестировании, в негативных тестах. То есть то, что девелопер сам посмотреть уже не может. В итоге у вас снижается, просто, мне кажется, освобождается огромное количество времени. Потому что вот эти все баги, аналитика их, это, ну, довольно большая работа. То есть с ними надо разбираться, их надо отслеживать, приоритизировать нервы, стресс и тому подобное. То есть я вот, как бы, если у кого-то еще так не делается, рекомендую вот такую практику попробовать, посмотреть на результаты. Вот. Все? Вопросы? Что у вас вообще длину из микрологов, из пскор? То есть перед началом познания того, что проблема есть, до момента, когда вы были длины тем, как все идет? Мы не длины тем, как все идет сейчас. Заняло много лет. Сначала у нас был просто ротер-пол. Потом у нас были итерации длинные, итерации покороче. Скрам последние полтора года, но я еще не могу сказать, что у нас, как бы, идеальный скрам. И мы, кстати, не стремимся сделать идеальный скрам. Потому что, например, скрам не работает, когда вам нужно делать новую технологию, технологичную фичу, которая делается там два-три месяца. Но он все равно при этом полезен, потому что команда, условно, административно, что ли, по привычке подталкивается каждые две недели проводить ретроспективу и смотреть, что там происходило. То есть они начинают заниматься анализом, самоанализом, самокомпанией, то, что они делают. Это полезно. Понятно. Спасибо. Вопросы? Можно еще вопрос? Спасибо вам. Очень хорошая конструктивная. Закон тоже понравился. Я только, может, прогустил технологический момент. Как синхронизировать здесь систему? Как ее история? Там есть небольшая интеграция между конкурентом Jira. Она минимальная, но достаточная. Если в Jira нет конкурент, если ставить номер текента, то в Jira появится, что там меншин, там ссылочка, нажимаешь и переходишь туда-сюда. То есть это даже автоматически делает? Да, автоматически. И это все? То есть больше никакой связи нет? Это то, что у них есть по дефолту. Эти же системы, в принципе, кастомизируются достаточно хорошо. Не обязательно использовать ту, которая идет в поставке. Там можно добавлять ссылки туда-сюда. Все желания, можно это сделать. Но мы не встали, потому что нам этого хватило. Третье, не встали, а потом появилась вот эта функциональность, и мы вот эти свои кастомизируем. Да? Узерсторий в 3 части описания и в 3 части? Потому что нам нужно отслеживать статус юзерсторий. То есть нам само описание интересно, но на самом деле описание нужно только для первоначального прочтения. Потом на 2 недели спринта, их не очень много юзерсторий, на 2 недели, и они, в принципе, держатся в голове. И нам нужен просто некий айтем для отслеживания статуса и назначения ответственности. То есть реалисты ответственности? Какие? Да, да. То есть в жире лежит не само юзерсторий, а у вас слуга же ее. Еще вопрос. Значит, если у меня кто-то использует апдейт юзерсторий в вики, это новый тикет в трекинге или какое-то обновление? Да, я, кстати, забыл указать. Вокруг этого можно хорошо построить управление библией. Вы не можете апдейтить старую юзерсторий. Вам нужно завести change request, вот у нас изменение, я там написал. Это изменение рассматривается командой. И если оно разумное, ну по разным претерериям, если оно разумное и принимается, то пишется новая юзерсторий. И берется на определенный спринцип. А блокировка стоит сразу же после создания юзерсторий? Или после начала обведена на юзерсторий? Блокировка в каком смысле? Что невозможно изменить старую юзерсторий? Ну, какой-то технической блокировки там нет. Это просто некая договоренность. Да, обязательно. Иначе любое изменение, оно должно проходить через change month, иначе будет базар. Здравствуйте. А, да, будет вопрос. Что такое? Я хотел с вами вопрос. То есть, суть в том, что нет конкурс разработчиков, Да, нет. Это зависит от того. Нет, ну, это, конечно, не зависит от того, как он проходит. Да, нет. Я не знаю, что не скучно, да? Чтобы все слышали, о чем идет речь, да? Сама получается, что такая зависимость есть. Ну, конечно, да. И она действительно четко прослеживается. Раньше там просто… Если там просто подговорили, что ты ждешь месячного, или клубничного, и там… Да. А по размерам команды, как стимулись с подками? У нас две подкоманды, мы их еще и перемешали. Ну, на самом деле, процесс комплексный. Я просто спросил, сколько нам требовали. У нас две подкоманды. У каждого входит девелопер-честер и по одному аналитику. В среднем, там, получается, до 10 человек. Накладные расходы. У каждого из них 15 минут в день встречается. Раз в две недели, два часа, три часа у них входит на планирование стринда. А ретроспектива обычно часто снимает. Демо и ретроспектива вместе в два часа. Плюс еще у нас есть условно некий… Не в конце прям спринта, где там незадолго до него есть некое собрание истории тайны, когда мы обсуждаем историю на следующий спринт. Это условно только менеджменты. Сейчас я даже не вспомню. Почему-то вот две видео в вопросах. Потому что два месяца было много, месяца тоже нам не понравилось. Три, как-то… Не, ну, конечно, а я… Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...